Такие красивые картины, конечно, я все думала, где такая красота, присмотрелась, это же Пхукет, ребята, вот это вот пляж Найхарн, а вот это вот красота, это наш Януи пляж, вот мы это все показывали, красота тут на Пхукете, очень много красивых мест, мы все это показываем в своем блоге и будем показывать, вернемся еще и будем продолжать снимать вам видео про Пхукет. Друзья, мы заехали по пути из аэропорта на пляж Майкао, это знаменитый пляж с самолетами и здесь приплывают черепашки отложить яйца, но в определенное время, обычно это происходит в апреле где-то, и еще у них на 13 апреля, на Новый год получается тайский, у них еще здесь происходит фестиваль выпуска черепашек. Свободное плавание из заповедников, в общем, это такой, в общем, национальный парк. Ой, сейчас прилив, похоже, вода прямо близко-близко подошла к берегу, водичка шикарная просто. Вот он пляж, вот там вот в том районе пролетают самолеты, сейчас, как видите, их нет, потому что сейчас самолеты не летают, международные рейсы отсюда не летают, летают только внутренние авиалинии. Вы видели, всего там один самолет на полосе, так что это не так часто здесь происходит сейчас. Вот такой вот пляж Майкао, как вам? Мне кажется, клево, несмотря на то, что сейчас октябрь, смотрите, волна все-таки приличная здесь, но все равно, мне кажется, купаться можно в некоторых местах. Вода чистая, я почему-то подозревала, что здесь вода будет не очень чистая, все-таки это как зона такая более промышленная острова, вот, ну, видите, все чисто, и такие корневища деревьев массивные придают особый колорит этому месту. Здесь также парк, много очень козуиновых деревьев, хорошо дышится, свежий воздух, хорошее место. Мне кажется, тут прикольно было бы с лежачком приехать просто с видом на море, отдохнуть, устроить небольшой пикничок. Пляж довольно длинный, он практически один из самых длинных на острове. Мы еще заедем сейчас на один пляж, Найтан, называется, он прямо рядом, тоже вам его покажем, посмотрите. Какой сейчас, какие сейчас пляжи именно сейчас, когда нет на острове туристов. Мы практически все пляжи уже объехали острова. Ну, посмотрите, какой он длинный, он начинается вон аж откуда. И посмотрите, вот такая огромная полоса, и вон там, где заканчивается. Класс, да, вообще? Помочить хоть ножки. Вау, вода холодная сейчас. Октябрь месяц, конец сезона дождей. И первые деньки солнечные, друзья, первые. Все это время, первая половина месяца была пасмурная, лили дожди и днем, и ночью. В общем, было не очень. А вот вторая половина октября, я думаю, нормальная уже для отпуска. Слушайте, ну тут, не доезжая до пляжа Найтан, такие ничего прикольные тоже домишки. Ну вот, недалеко, считай, от пляжа. Такой интересный тоже райончик. Вот тоже домики. Прямо недалеко уже. Вот скоро доедем до пляжа, уже прям вот-вот пляж будет Найтан. Смотрите, какая красивая тут живописная полянка открывается. Вообще, тут такие живописные рощи, виды. Класс. Красиво очень. Мы сейчас спускаемся к пляжу Найтан. Вот кажется, по карте дорога прямая, а видите, какие рощи тут, горы. Домики прямо на горе. Вот домик какой. Разные такие домишки. Тай стайл. Тай стайл. Тут тоже так неплохо. Сейчас, правда, все эти домики пустуют. Абсолютно никого нет, но только и сытайцы. Тут небольшая инфраструктура, магазинчики, прачечные небольшие есть. Так что, все необходимое, в принципе, тут для так жилья есть. Вот надпись нас встречает. Вот, фукет Аркадия. Здесь, вон, тоже отель построили и не достроили. Ну, вот и пляж. Очень похож он на Майкао. Тут такие тоже с дракончиками, как на Као Крат. Фонари. И сам пляж такой, он довольно длинный. Не сказать, что большой, но тоже немаленький. Здесь есть на берегу отельчики разного плана. Сейчас, конечно, это все пустует. Все обменники закрыты. Туристов здесь нет. Но есть где перекусить, собственно. Так что к голодному идти отсюда не уйдете. Может быть, со временем, когда откроют, здесь опять закипит жизнь. Пока что здесь вот все пустует. Некогда здесь было много туристов. А сейчас вот такой сезон пока что. Такое время. Ваши любимые улицы. Сейчас все на стадии ремонта находится. Все ремонтируют. Ну, некоторые, конечно, сдают. Не знаю, правда, кто сейчас тут снимает. Но народу-то на Пакете нет никого. Сейчас пройдемся на сам пляж. Просто покажу его быстренько. Ресторанчик тут есть на берегу. С бассейном даже. Не знаю, какой-то пляж показывали, что проходишь по такой дорожке. Вроде Найтон был. Дорожка такая, мостик. Но мы как-то вот заехали посередине. И вот он пляж. Волна сейчас довольно большая. Октябрь месяц. Вторая половина октября. В общем, мы сейчас вот уже на пляже Найтон. Вот такой он небольшой сравнительно. Туристов сейчас нет никого. Есть волна сейчас в октябре месяце, конечно. И особенность еще этого пляжа, то что как на короне здесь скрипит песочек. Поет песочек. Вот. Что хочу сказать. Сейчас туристов, конечно, нет. Немного. Но пляж довольно уютный. Удобный заход в воду. И вода, смотрите, как она приходит. Вот сейчас она отошла. Но все равно не чувствуется вот этот вот отлив. Как на некоторых пляжах, например, в районе Равайи. Еще недалеко от пляжа Найтон. Есть. И недалеко от пляжа Лаян. Есть вот такой вот Банана Бич пляж. Он более такой дикий. И тут такой резкий спуск под горку. Но, в принципе, я отсюда сниму. Пляж такой небольшой и довольно-таки уютный. И даже вон там есть кафешка небольшая вроде как. Если хотите уединения такого, то приходите сюда. Тоже здесь бирюзовая водичка. Небольшое такое колоритное место такое для отдыха. Ну тут обалдеть вообще стройки. И полным ходом еще одна стройка недалеко от въезда на пляж Лаян Бангтао. Вот сейчас заезжаем. Хотим посмотреть, как там сейчас без туристов. Здесь вот такие домики заброшенные. Просто представьте, вот здесь вот скоро будет такой вот какой-то кондоминимум. Откуда прямо прямая дорожка. И вот, собственно, ты на пляже. Представьте, вот выходите вы из своего кондоминимума. Несколько шагов буквально. И вы на потрясающем пляже. Правда, тут, конечно, волна. Вот в октябре месяце тут волна. Мы были в марте здесь, снимали. Тоже будет видео на канале. Еще не успели смонтировать. И вот сейчас, вторая половина октября. Какая волна здесь. Вот такой пляж. И абсолютно никого нет. То есть это прям вообще пустой. Вот один турист тоже тут стоит. И все. Мы вон туда ходили, на тот островок гулять. Здесь сейчас никого нет. Но пляж огромен. Лаян считается пляжем. Это вот часть северная пляжа Бангтао. Сам по себе пляж начинается отсюда и заканчивается. Вон, где белая полоса песка заканчивается. Вот такой длинный пляж. И это все пляж Бангтао. А эта часть пляжа называется Лаян. Смотрите тоже на канале в плейлисте Пхукет. Отдельно про этот пляж. Видео мы снимали. Смотрите, какая тут красота. Считается это лакшери район. Лаян. Европа. Такая мини Европа. Домики прям на берегу. Красиво. Здесь даже вот прогулочные дорожки такие. Очень интересно, наверное, на нем будет. Прямо-то спортом заниматься. Свежим воздухом пляжать. Мы решили здесь прокатиться у лагуны. Заехать, посмотреть, как тут с другой стороны. Тут такое озеро живописное, смотрите. Такое мини Европа на берегу. Венеция. Да, Венеция на берегу озера. Даже лодочка вон какая-то есть. И отсюда есть проезд уже к пляжу. Опять же, пляж Бангтао. Уже середина пляжа. Такое вот место есть здесь. И недалеко, опять же, от Лаян-Бич. И вот какой здесь пляжик. Решили все-таки заехать по пути. Показать вам, как тут в районе Лагунал. Вот он, пляж Бангтао. Сейчас мы выйдем, и вы увидите, где мы находимся. В каком районе пляжа. Здесь сейчас, конечно же, никого нет. Но здесь убирают, чистят, потому что это уже такой, скажем, лакшери район. Даже вот тут туристы есть, отдыхают немножко. Вот, смотрите, мы вон там были. Сейчас мы вот выехали. Это Лагуна район. И прямо посередине пляжа. Здесь уже вот песочек такой просеивает, что ли, его здесь специально. Для богатых туристов. Но вот отель на берегу, он сейчас закрыт. Но все-таки уже люди здесь есть. Никак в том районе. Там вообще никого не было. Здесь люди есть, отдыхают в этом месте. И чисто. Здесь убирается. Вон, видите, мешки с мусором. Это все убрали. Недавно свежепринесенный мусор с морем. Такое место здесь. Ну, такое прямо вода. Представляете, когда здесь подходит, здесь сразу глубина начинается. Сейчас вот отлив. И вода уже ниже ушла. А когда на приливе, представьте, вот и сразу же глубина. И можно плавать. Сразу же так глубоко. Что хотела сказать, друзья? То, что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мы остаемся на связи. Подписывайтесь в инстаграме. Там у нас много интересного. Блог буду вести. Будет много полезной информации о букете. Также обращайтесь за советами. Обращайтесь. Подскажем, как что. Расскажем нюансы. Как в каком районе остановиться на острове. Всем поможем. Мы обладаем огромнейшим опытом. И обязательно вам расскажем, что как делать. Подписывайтесь. И не привлечайтесь. Продолжение следует. Пока.